я обычно всегда рецензирую тексты разбирая но все составляющие если может быть кто-то сталкивался когда-то с моими рецензиями я разбираю все от грамматики причем грамматику я делю на чисто вот такие орфографические вопросы там оформление текста плюс отдельно рассматриваю повторы слов потому что я немножко такой все-таки преамбулу скажу рассматриваю повторы слов потому что на самом деле очень плохо если автор не видит в своем тексте где он начинает перегружать повторами одних и тех же или схожих слов или просто даже схожи звучащих это ведь определенная гармония текст там не должно быть диссонансов а все повторяемые слова или рассуждение еще хуже они создают как раз такой диссонанс это немножечко вступительного для всех чтобы послушали потому что по каждой может быть работе невозможно будет сказать конкретно затем рассматривается конечно всегда у меня стилистика рассматривается терминология фактология это тоже очень важный момент если автор неправильно использует терминологию неправильно пользуется фактами какими-то какими-то аллюзиями которые он допустим в тексте пытается вводить то это всегда производит ужасающее впечатление на более менее грамотного читателя на редактора достаточно грамотного тем более затем всегда рассматриваю героев насколько образы адекватно сделаны общую сюжетную логику это вообще очень важный момент потому что если все написано прекрасно и стилистика замечательные там никаких ошибок а сюжетной логики нет то грошится на такому тексту ну обычно я рассматриваю название соответствия с название содержанию и какой-то вывод моисей бельферман поток цензурной брани ну тут нету аннотации нету синопсиса но тоже самое значит набор только поток цензурной брани нужны нужны красные строки конечно вещица довольно таки любопытно и кстати здесь очень много каких-то оборотиков таких любопытных и без буквы йо текст проигрывает потому что тоже так немножко спотыкаешься не знаю может все сразу как-то так там подсознание внутренний искусственный интеллект обрабатывает этот текст и сразу там подставляет перед внутренним зрением читателей буквы йо могут уже не получается мне хочется конечно вещь видимо любопытно только вот этим огромным набором цензурный как сам автор это определил брани то есть обидными ругательными но вполне цензурными эпитетами действительно длиннющие блоки этих эпитетов при этом присутствует но мне например очень многие понравились откровенно скажу можно на цитаты брать например брат карамазовых туалетный швейцар очень понравилось почему с другой стороны такую фразу как рыцарь плаща и кинжала отнесли к цензурной брани я бы не сказал что это брать вот вот специалист по гинекологии полости рта очень понравилось ну и так далее и тому подобное в общем наверное я не знаю это судя по всему отрывок интересно было бы посмотреть всю вещь насколько автор сумел этот поток действительно сделать потоком и не повторяться не ударяться в ненужные типа рыцарь плаща и кинжала вещи ну вот собственно больше пока ничего не могу сказать но у меня да схожи были такие чувства расширить свой словарный запас некоторыми выражениями а тогда поток брани на две страницы потом еще рецензия мне понравилась фраза ядовитое и остроумное вот на самом деле там и яда и струна конечно хватает вот но да если это фрагмент то интересно посмотреть в полном объеме что это себя представляет дальше ханок дашевский рок миссии так ну то же самое набор текста ну ребята авторы господа дамы напишите красные строки лучше будет смотреться и читаться структурирует этот текст эта технология это не литературный талант но это украшает текст и делает его более пригодным для восприятия читателя значит вы знаете мне вещь понравилась почему ну потому что я не знаю я сын человека который прошел вторую мировую войну мне это созвучно единственное что вот по некоторые небольшие замечания даже по синопсису роман рок миссии это эпопея о событиях связаны с великой войны это эпопея вот аккуратнее с терминами через три строчки значит это рассказ о том что вот понимаете два противоречивых уже момента рассказ я понимаю что здесь рассказ говорится иносказательно как процесс но слово эпопея она уже обязывает а рассказ это вроде как что-то помельче ну лучше даже написать что значит не эпопея а это масштабное повествование событиях это же синопсис здесь можно так а дальше написать не рассказ а автор говорит о том что там может произойти ну как то чтобы термины не диссонировали друг с другом вот это очень важно судя по всему очень интересная вещь она будет конечно интересно и людям взрослым наверное участников тех событий сейчас ну почти не остается есть тем не менее их дети внуки наверное интересно будет почитать ну и конечно вот молодым то это вообще полезно такие вещи читать чтобы как-то знали и помнили насчет текста я хочу сказать местами бывает автор чуть-чуть скатывается немножко к такому очерковому повествование это на мой взгляд ну небольшой недостаток надо было бы так кисточкой художественно это сделать более ярко но может быть если прочитать весь текст будет понятно что это и уместно вот я говорю на том объеме не вполне понятно но в целом мне понравился язык автор безусловно владеет языком было читать интересно не даже я бы например такую книгу почитал вот как книгу честно скажу что еще что еще сказать таких у меня замечаний каких-то но стилистических а вот ребята дорогие авторы девушки юноши мужчины дамы пользуйтесь знаками пунктуации это определенные так сказать нотные знаки для текста они позволяют текст структурировать показывать эмоции какие-то стрессы выделять вот например фраза у автора несколько минут и все ничего нет никакого знака а как имеется это виду несколько минут и все там закончилось все случилось несколько минут поставьте тире и все и фраза приобретает другое звучание а так в целом повторяю вещь по моему вполне достойная после приглаживания такого в общем-то достаточно легкого мне кажется вполне нужно ну конечно как все нужно делать рецензию полно мне тоже понравился язык в первую очередь потому что очень богатый очень красивый очень такой сочный язык написано как мне показалось в лучших таких традициях классики да именно романы военные времен ссср меня потому что у отца большая была библиотека я это с детства все читал вот так что очень достойная вещь но единственное вот это вот форматирование по центру тоже вот меня как-то вышибло немного я в общем забыл об этом потому что я сразу это убрал что читая не так читать а я читал так я думаю может в этом есть какой-то хитрый ход но оказалось что нет но явно не может быть по содержанию вот так что очень достойная вещь автор которого я очень хорошо знаю владислав кита мы знакомы давно сожалению пока только заочно это в сети видели очень хочется лично познакомиться с владиславом но мы практически уже знакомы потому что мы во первых повторяю давно наверное года с 12 знакомы почти 10 лет уже и я его знаю хорошо как автора потому что мы его издавали еще у нас в электронном издательстве аэлита знакомство наше началось с повести которая не очень запомнилась флорентийская голова всем рекомендую почитать владислав тогда предстал я сразу понял что это автор обладающий высокий высоким уровнем эмпатии мы как-то говорили на занятиях там на курсах чехова до зимой о таких моментах психологизма это очень важный момент для пишущего поставить себя на место персонажа героя сопереживать с ним здесь в данном случае владислава вы почитайте классная повесть просто классная повесть флорентийская голова здесь владислав он пишет как я понимаю достаточно урывками потому что работа семья как у большинства наверное такие проблемы значит роман валентиновка далее нигде вот однозначно я понял что меня вещь заинтриговала я люблю эти вещи с параллельными вселенными я их просто обожаю особенно когда обоснованно вот это построение мироустройства то наверное все совсем здорово почему только владислав 2010 году действия устраивает если в этом смысл какой-то не знаю может быть проще было ближе как или вообще времени указывать немножко мне напрягли меня напрягли некоторые моменты чисто технически почему батарейки там не подходят не вполне понятно и почему их нельзя быстро где-то достать и купить или они не сказано в то есть они вообще не стандартно или они там 3а или а а а этого нету вот не знаю ребята а так в целом очень интересно если вещь появится рекомендую всем ее конечно же почитать потому что вроде так в основном ну все логично конечно это во многом может быть не какая-то супер глубокая вещь это такая хорошая приключенческая увлекательная фантастика насчет языка ничего говорить не буду потому что я этого автора знаю у него прекрасный литературный язык он умеет создавать живые образы я думаю что это будет очень симпатичная книга которую читатель с удовольствием прочитает главное не донести прочитать по техническим моментам меня тоже тут зацепила кассета которая в плеере можно слушать в магнитофон она не входит это вот что за кассета тоже я просто сам уже застал эти моменты когда мы кассеты аудио слушали в играх может там какие-то были нестандартные размеры конечно ну кстати это должно быть пояснение я думаю что она есть он просто в синопсисе а так очень такая интересная вещь начинается как детектив такой прям а потом переходит в фантастику причем такая наша российская хтонь такая рассказать вот так что да когда будет если она выздана виде я бы сам с удовольствием почитал едем дальше едем так леонид клешня роман разговор я честно говоря вот по синопсису он такой не синопсис а наверное аннотация все-таки вадим специалист по вопросам недвижимости от синопсис бы хотелось поскольку у нас отрывок текста у нас неполный текст по синопсису непонятно все-таки это аннотация она интригует она написана достаточно легко мне например захотелось познакомиться с этой вещью опять же все замечания по набору текста красные строки автор ну пожалуйста пожалуйста соблюдайте такие правила хорошего тона набора текста что ли это только выигрывает ваши тексты от этого ей богу только выигрывает написано достаточно легко в начале тут как тот дается отрывок такой где разглагольствует персонаж по имени роман может быть сначала это кажется немножко тяжеловато но скорее всего это оправдано чисто технологическим построением подачи развития сюжета я бы так сказал легко читается однозначно единственное что на мой взгляд есть некоторые затянутости потому что очень долго объясняется описывается не объясняется просто описывается формально описывается процесс нотариального заверения регистрации документов а зачем это может быть я не знаю может быть это каким-то образом потом будет как какой-то подложкой которая будет вспоминаться и что-то выстраиваться в сюжете на этих элементах того как это делалось регистрация дальше но здесь мне показалось что это просто заполнение страниц текстом потому что достаточно было сказать это все там для не знаю в 10 раз короче зарегистрировали документы а в один попросил нотариуса сделать то-то и то-то заверить договор ну не вполне с юридической точки зрения правильный насчет там права собственности вот и все но скорее всего вещь любопытная если удалось автору выстроить грамотный сюжет язык повторяю легкий и читается хорошо опять же обратить внимание как пишется сочетание моих посвенной речи автор этого тоже увы не знаю все но мне тоже кстати вот зацепила больше всего очень долгое такое муторное описание юридических всяких вопросов договоры суммы термины ксерокопии как он там раскладывать потом фраза порадовала вадима клонила в тон может это для того и было все затеян вот да тоже пришлось можно тоже сказать короче они так долго возились с документами что вадима начал я еще подумал может это на самом деле какие-то оружие которые впоследствии выстрелят там мы же не знаем продолжение этой истории вот а так да в принципе язык легкий как бы все понятно доступно но все время когда читал ждал что сейчас уже что-то начнется но пока не началось видимо это была какая-то подводка при люди все-таки вот так что интересно знать чем это все до обернулась явная такая этот крючок то есть крючок есть единственные вопросы которые есть к этому тексту а так то вполне татьяна лисицкая вдовина моя землячка я вот так хотел все выяснить не андрея или лисицкого это супруга не очень любопытно это очень хороший наш местный музыкант основатель группы аватара действительно очень хороший музыкант андрей лисицкий если это его супруга то и большой респект кстати очень симпатичная на мой взгляд вещь роман жизни после канта вот наверное как сказал евгений я сейчас уцеплюсь за его слова вполне возможно что тут стоило бы построить вещь больше в стиле галучевского такого да вот юмора был галучевского сказочного волшебства типа там чудес чудес в гуслярея кто помнит были третики гусляр до от на но это там по-моему то ли глава то ли что-то чудеса в гусляре но тоже цикл великий гусляр до значит институт биокибернетики который занимается разработкой программ искусственного интеллекта позволяющим животным развиваться в более на более высокую интеллектуальную стадию довольно очень грамотно написан синопсис в том смысле что разобраны герои поданное описание может быть даже слишком многовато для синопсиса слишком многословно но все понятно содержание изложено ну синопсис внятный синопсис внятный текст написан хорошо не понравилось честно скажу легко читается ну вот я не знаю насколько текст выстроен как чуть-чуть такой с уклоном с юмористическими чуть-чуть со сказочным налетом я понимаю что это в чистом виде попыткам писать технологическую даже научную наверно фантастику но здесь мне кажется ну очень пошел бы налет вот такого немножечко сказочного юмора потому что ну вот код например начинает рассуждать я код кота зовут кант и код через преобразователь значит мысли там виде ошейника эти слова слышны людям я тут на досуге познакомился с творчеством иммануила канта начал было он смысле код но потом с некоторым сомнением посмотрел на профессор вы понимаете о ком идет речь то есть код рассуждающий о канте таким образом это уж какой должен быть интеллект уровень у кота а мне кажется что вот здесь вот немножко есть перегиб и для серьезности это не годится все-таки гораздо лучше бы естественно это воспринималось налетом юмора и сказочность может быть это и так и сделано по отрывку я не понял насколько это хорошо но в целом повторяю очень легко написано читается хорошо и мне кажется что текст бы выиграл если бы пошел вот несколько такой легкий юмористический уклон интересная вещь потенциал по моему короче да я кстати тоже отметил в первую очередь этого кота потому что сам по себе он довольно таки забавный персонаж особенно вот эти высокопарные рассуждения но это больше для юмора да потому что начинался то текст я подумал что это какой-то вообще триллер научно-фантастическое для биоконструктов посылали убивать людей которые не владели там вот но потом это все как-то развелось немножко и жанра немножко так сместился в более такую миролюбивую какую-то историю вот текст до был прочитанной быстро очень язык мне понравился но некоторые моменты надо вычитывать как у многих тоже да неспокойное лицо он увидел ее неспокойное лицо например фраза да я вот сижу прям пишу что обеспокоенное лицо звучало бы лучше так что-то еще и тут себе выделял а вы вам обращение когда персонаж обращается к старшему с большой буквы в я себе отметил что если бы это был поздравительный адрес тогда ладно в тексте так как то не надо это все выделять в письме и в тексте особенно в прямой речи вот она очень симпатичная история из которой тоже можно что-то сделать очень такое интересное но на самом деле вот добавить какого-то такого юморка кира булочева я тоже вспоминал при прочтении немножко даже стругацких понедельник начинается в субботу вот этот института вот этот вот их ничего да 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 так что вполне если это будет доработано это будет очень интересно тут кстати такой нюансик в конце так вот ведь вроде как возвращается к своему естественному существованию он отходит от людей насколько я понял но он там завел себе семью на рожа в какой-то степени получается чуть-чуть где-то ну чуть-чуть был такой рассказ значит цветы для элджернона где сначала вас достигается высокий тут там правда о человеке со слабоумием но где-то можно перенести на животных а потом все таки откатывается назад этот уровень интеллекта если здесь это присутствует но наверное тогда это может быть юмор и более даже уместен будет чтобы сгладить трагизм а то так трагически получится очень бывшим своим хозяевам предоставил одного из своего отпрыска заменить себя так что в принципе мне было интересно когда это что так александра мазуркевич родники добра сборник рассказов ну аннотация конечно не синопсис понятно почему потому что ну какой синопсис может быть на сборник рассказов это будет очень сложный синопсис тогда каждый рассказ нужно описывать а так грамотная аннотация и в общем то честно говоря по аннотации я совершенно адекватно воспринял текст и потому что именно там сказано это действительно небольшие рассказы такие своего рода маленькие новеллочки даже именно новеллочки потому что рассказ все-таки подразумевает более такую конфигурированную сюжетность а новелла это слепок с реальность зарисовка зарисовка такая в кадр фрагмент когда они выстраиваются новеллы в подборку получается часто если все хорошо сделано в отдельности то есть целом получается очень симпатичная конструкция мне кажется что действительно этот сборник рассказов вот такой то есть он найдет своего читателя здесь хороший легкий язык наверное можно найти какие-то вещи которым придраться там стилистически но я вот честно скажу поскольку объем был большой конечно откровенно проглядывалась по диагонали но там где явные огрехи все равно ведь видишь и по диагонали что-то здесь мне кажется что ну очень симпатичненький такой сборник и на определенного читателя потому что я знаю людей которым нравится вот такое вот такие бытовые зарисовки проникновенные чувственные добрые в массе своей очень симпатичная сборник но ложку-то такое теплое родное какое-то уютненькое вот советские воспоминания о своем детстве и мне чем-то напомнило творчество евгения грешковца помните когда он выступал по телевидению когда он рассказывал купить а свои короткие воспоминания о своем детстве какие-то вот вроде не начала не конца как-то так слушаешь и не оторваться вот это и рассказывал не лесу политическую вот так что мне какие-то такие же прямо ощущения но единственно про планету глория как-то немножко но выбивается из общей канвы потому что все как-то про нашу жизнь а потом куда-то немножко в космос но тут же сразу обратно а тогда очень теплый уютный хороший язык и в принципе очень симпатичная вещь хотя сегодня вот интересная ситуация когда-то вот когда я рос ребенком был я читал очень много склонность почему-то вот во времена моей школы была больше выпускать сборники особенно это конечно фантастики касается но и с прозой было похоже а потом когда началась новая история после распада советского союза новые издательства однозначно авторов со сборниками начали отпинать автор не сделавший себе имя не мог рассчитывать издать сборник вот в 90 и в первую половину нулевых и приучили читателя к этому меня очень много читателей которые говорят о я не могу читать сборники рассказов а это вот уже понимаете нехорошее читательское воспитание человек не может переключаться на мой взгляд вот это именно интересно чем сборники даты или переключаешься между какими-то сюжетными концепциями между сценами действия а вот приучили читателя читать роман погрузиться и плыть в этой лодке поэтому по одному каналу каком-то 9 окон восходящего солнца михтеев фархат мусааглы тоже баку да насколько я понимаю это же самое вот что уже говорил красные строки набор на мой взгляд любопытная штука исторические романы это всегда интересно если автор с глубоким знанием истории показывает какую-то драматическую историю конкретного человека тем более приключенческим уклоном это явно интересным небольшая аннотация может быть она уместно хотя аннотация достаточно грамотно сделано и понятно что это из себя представляет уже в целом насчет языка я бы сказал что язык в принципе на удивление достаточно легкий для такого текста я всегда боюсь что авторы таких текстов начинают усложнять свой язык начинать и начинают его перегружать какими-то описаниями и даже не самими не самой информации в этих описаниях а тяжеловесным построением этих описаний здесь более-менее все нормально это уже говорит в пользу автор потому что подавать ту информацию которую автор подает особенно во вступительной части да вот где от автора она подана вполне нормально единственное что я бы порекомендовал конечно может быть как-то вот дробить на более мелкие абзацы тогда легче это проглатывается вот вроде бы у автора четко технологически все сделано фактологически потому что я когда вот прочитал в прологе первую фразу ранним утром третьего дня месяца септамбра 2241 года эры диоклетиана я сразу думаю что же это так я слышал что-то про эру диоклетиана посмотрел справочник это лето исчисления а там значит происходит 240 а эра диоклетиана это 289 год нулевой нашей эры то есть это где-то шестой век четко все я сначала это подумал как беру что это двести сорок первый год нашей эры да нет как дальше то не вяжется а потом проверила плюс 289 добавьте и все как бы получается нормально и хорошо значит немножко вот опять же в плане фактологии на скачающимися на волнах рыбацкими шлюпками ну вот термин шлюпка все-таки не для шестого века нашей эры лодками там какими-то я не знаю шаландами может специальная фраза там как какая-то было можно поискать ну шлюпки явно нехорошо а в целом прошу прощения нормально нормально все читается вы знаете я не очень люблю от исторические такого типа романы но мне было интересно читать черт возьми не было читать интересно я скажу откровенно но какая-то сказочность некая все но такая присутка даже в таком языке как на лёг присутствует немножко конечно надо подчищать потому что вот после того как зора стал наместником город стал заселяться стал стал повторение слов и господа дамы авторы всегда плохо плохо найдутся в языке обороты и синонимы чтобы это все поменять ищите их язык ваш станет на порядок богаче лучше будет все читаться ну конечно тут нужна какая-то редактура корректура как всегда ну даже на мой взгляд может быть она не очень какая-то глубокая требуется довольно любопытный момент и любителям исторических текстов особенно с налетом сказочности тут мне кажется вообще все таки наверное где-то фэнтезийная да будет какая-то дача-то вот нотка аккорды даже звучать мне куда-то при прочтении куда-то в тысячу тысячу и одну ночь куда-то зазвучали где-то сила до что-то барабаны в ушах но я не знаю джин согласишься мне кажется что такая любопытная вещица да и главное что она у тебя красиво как раз вот видишь это я человек выросший на востоке хотя правда с другой стороны каспийского моря от баку восток чувствуется здесь кучкар наркобил другая жизнь рассказ знаете они написаны на я не знаю может быть это переводчик потому что написано перевод красные строки милые моему сердцу все присутствует все хорошо буквы и и нету это нехорошо знаете очень такой милый проникновенный я бы сказал даже шукшинский на узбекский манер рассказ именно согласен сказал я вырос я до второго класса жил в узбекистане вот я почувствовал вот эту атмосферу я был знаком с узбеками я бывал в узбекских домах вот близко мне все это и даже название этих блюд которые это нравится знаю но некоторые там забыл уже пару не знал но знакомые слова все равно прозвучали значит корректура нужна это видимо переводчику по прямой и косвенной речи по букве и есть проблемки небольшие запяты запятушками кое-где но в целом такой ну милый хороший рассказ тут немного нюночка есть где надо стилистически подправить так но это скорее все таки не к автору переводчику вопрос потому что от переводчика зависит очень много переводчик соавтор своего рода вот если у автора есть подборка таких рассказов то мне кажется может получиться хороший сборник все же не да очень такая самобытная история получилась очень крепкий такой добротный рассказ о противопоставлении жизни кишлака жизни города бабушка гром я там с нее вообще он очень социальный он социальный мне знаете напомнило в советские времена было очень много фильмов узбек фильм таджик фильм как раз вот про вот этих вот персонажей я потому что все детство в смотрел как вот эти бабушки на китменях летали там до на рынок вот так что я прям практически в детство окунулся вот ну вот рассказ один из моих фаворитов прямо кисмин это такая мотыга узбекская большая только довольно узбеки очень ловко ей рыли канавки для полива это же фильм абдулладжан или посвящается стивену спилбергу помните узбекский там в кишлак попадает мальчик инопланетянин и вокруг него начинает твориться всякое вот это там бабушки летали на китменях у них я не видел алина пятку рассказы такая очень интересная своеобразная аннотация претенциозная аннотация если это сама автор писала значит сразу замечание когда нужно указать стресс ударение в русском языке то не ставят апостроф посреди слова потому что это выглядит абсолютно нонсенсом ставят соответствующую букву есть это возможность символа поставить сразу с ударением показать а можно написать эту букву скажем курсивом одну это более приглядно смотрится чем вот так как слово здесь написано замок замок или замок что имелось в виду скорее все таки имелось в виду что замок по смыслу так и поставила автор но с получился пробел и нехорошо смотрится у автора почему-то представление о том что двоеточие нужно ставить от слова через пробел это неправильно она с двоеточие пишется без пробела с со словом которое предшествует двоеточию насчет самих текстов ну это все реалистические тексты честно говоря начало мне не понравилось потому что я всегда это воспринимаю опять же красные строки надо писать надо надо особенно в таких текстах это поможет проще воспринимать текст вы знаете некоторые авторы начинают громоздить такой в кавычках сюрреализм фраз подразумевая что за определенной бессмысленностью кроется какой-то глубокий смысл иногда бывает что кроется но к сожалению в большинстве случаев это не умение выстроить сюжет а умение наградить сюра якобы уже получится здорово наверное те которые не очень хорошо понимают в тексте они хотят показаться невежим и скажут ах как это глубоко но вот потом дальше пошли более консистентные на мой взгляд рассказы и что-то все таки у автора есть интересное и как раз когда вот отходит от попытки нагромоздить бессмысленность аля алиса в стране чудес там-то сделано здорово но кажется что это легко писать если богатая фантазия а сюжет на это писать не очень легко но дальше вот у автора пошли более интересные тексты например ё-моё космическое здесь уже так достаточно как бы четко выстраивается я вот даже отметил вообще всю вторую половину после отбивки которая начинается героиня не спеша прокрадывалась сквозь туман должен держа возле микрофон вы знаете вот здесь уже пошел сюрреалистический текст который несет в себе прямой смысл ощущающийся на чувственном уровне не знаю может меня на зайчика не хватило чувства а вот здесь вот хватило и поэтому мне все понравилось надо смотреть сборник весь судя по всему автор конечно владеет словом автор конечно владеет богатой фантазии и только вот немножко бы эту фантазию сдерживать потому что иногда она перехлёстывает и на мой взгляд возникают некоторые бессмысленные кусочки а в целом конечно автор явно сильно ну тоже соглашусь вот зайчонок в памперсе до самый первый рассказ как-то он такой не очень был и по сути это тоже некие такие зарисовки как было у одного из предыдущих авторов если их читать по 1 по 2 то с какой-то легкое недоумение вызывает но когда это уже сборник в комплексе до в комплексе тогда уже ты когда читаешь меняешь свое мнение вот и в принципе тоже такая любопытная как бы вещь ну мне кажется она не для широкого читателя но есть люди которые обязательно найдутся кто любит творчество вот такой направленности вот так что интересная работа в принципе ну да вычитывать вычитывать и вычитывать потому что есть такие прям нервы нет есть их очень такие сильные куски на мой взгляда да да но я имею ввиду чистого когда какие-то огрешки такие небольшие в тексте но это все можно причесать и исправить вот у меня все в принципе всего да скорее всего можно тем более что ну вот мне кажется что автору здесь нужно было бы даже не рецензию потому что рецензировать подобные сборники рассказов довольно таки сложно здесь каждый отдельный кусочек требует работы и в то же время нужно все время консультироваться с автором потому что здесь чтобы не напортачить да что он имел ввиду да я хотел сказать что здесь редактор должен сразу вступать но редактор должен работать в данном случае однозначно в команде с автором потому что вот если бы я брался за редактору подобные вещи мне всегда нужно было бы быть все время в коммуникации с автором чтобы спросить слушай вот мне кажется вот это что ты имел имела ввиду подскажи потому что здесь неоднозначно есть есть очень много моментов в редакторской работе когда однозначно понятно автор сказал глупость автор написал стилистический ляп а вот как здесь это не вполне понятно может быть это действительно что-то гораздо глубже чем ошибка возможно это интересный ход может быть какой-то поэтому даже очень часто бывают дураки редакторы которые правят неологизм и которые вводят автор но бывает такое я сталкивался с этим сожалению